Уважаемые друзья, я призываю вас не идти на какие столкновения. Я знаю множество активистов, они не боятся тюрем 10-15 суток и больше. Они готовы отсидеть, чтобы таким образом подать пример другим гражданам, сказать, что мы ничего не боимся, что наступило время, когда нужно все менять. Они готовы с собой пожертвовать? Нет, уважаемые друзья, в этом нет необходимости. Сейчас нам нужно мобилизовать силы, нам нужно добиться численного перевеса. И это возможно в Казахстане в условии тогда, когда режим гоняется за активистами, фактически в подпольных условиях. И мы предлагаем этот механизм. 200 лидеров организуют всего лишь 5 ячеек за 2 месяца. И в таких крупных городах, миллионников, мы организуем по 1000 ячеек. Соответственно, в областных центрах нам нужно всего лишь 200-300 ячеек численностью по 5 человек. И лидеров всего лишь в областных центрах нужно по 50 человек. Тех лидеров, которые способны за собой повести 20-25 человек, создать ячейки, выйти на штаб, на наш штаб, начать прямой эфир с нами. Мы проводим подготовку, обсуждаем наши действия, что и как нам нужно развивать наши ячейки. Поэтому, уважаемые друзья, я еще раз хочу сказать, не отвлекайтесь. Не вступайте ни в какие-то перепалки с полицией. Не призывайте, что 8 августа мы должны выйти на митинг. Сейчас наша задача мобилизоваться. Сейчас наша задача накопить силы, и мы ближайшие 2 месяца сможем этого добиться и стремительно добиться перемен. А именно, буквально несколько митингов численностью 10 тысяч в крупных городах, 20 тысяч, затем по 50-60 тысяч и все. Буквально 3-5 выходов на такие митинги и режима нет. Многие из вас в социальных сетях сидят и комментируют, говорят, вот казахи такие-сякие, ничего не могут, слабые и так далее. Перестаньте, уважаемые друзья. Вчера белорусы буквально мне звонили, говорили и завидовали, что в нашей стране есть политические движения, демократические выборы Казахстана, у которых четкие программы, ясное видение, что делать. Очень много работы проводилось за рубежом, и они все это видели. И они говорили мне, в Казахстане изменения произойдут раньше, а потом, наверное, в Беларуси. Сегодня ситуация в Беларуси противоположная, они впереди, мы за ними. Поэтому, когда вы говорите, что белорусы могут и смогли, я хочу сказать, что вчера они только мне звонили, говорили, что мы не можем, а вы можете. Поэтому все в наших руках. Давайте объединяться, объединяться в ячейки, не вступать в никакие мелкие стычки с полицией, с комитетом национальной безопасности. Мы пришли сейчас в такую ситуацию, когда практически вся страна настроена против действующего режима. Вся страна, мы добились главного. Вся страна осознала, что этот действующий режим гнилой, проворовавшийся, и у нашей страны нет будущего с этим режимом. Это огромное достижение, я считаю. И осталось сделать второй шаг, объединиться, объединиться через ячейки, и третье, после этого организовать массовый выход на митинги по всей стране. Сейчас у нас много дел уже сделано. Мы сейчас создали большое количество ячеек, осталось их увеличить и действовать. Поэтому, уважаемые друзья, выходите на связь, выходите на связь со мной, выходите на связь со штабом. Телефоны озвучены, есть все реквизиты, каким образом с нами связываться. Я хочу обратиться к бизнесу. Вы сейчас находитесь в тяжелейшем положении, и с каждым днем ваша ситуация будет ухудшаться. Не пытайтесь отсидеться где-то в стороне. Мы построим свободную страну, где будут возможности для развития и бизнеса, и всего другого, которые характерны для свободной и сильной страны. Подключайтесь к борьбе, помогайте активистам, финансируйте наши политические движения, и мы завтра добьемся успеха. Алга, Казахстан! Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... Продолжение следует...